В основном гнев — это штука, которая разрушает жизнь человека. Знайте, что в тот момент, когда вы разгневались, вы теряете знание о всём хорошем, что есть в объекте вашего гнева. Вот поднимите руку честно, у кого есть в жизни человек, у которого нет ничего хорошего. Вот человек, у которого нет ничего хорошего. Поднимите руку. Ну честно. Неужели ни у одного такого человека у вас есть? У вас есть такой человек. Это значит, что вы на него в гневе. Понятно? Да? И я знаю, что вы можете мне тысячу примеров привести, что в нём нет ничего хорошего в этом человеке. Но в нём хорошее что-то есть обязательно, потому что он душа. Вот когда ребёнок рождается, мать видит его как душу, и его мать вам расскажет всё хорошее, что у него есть у этого человека. Но вы не сможете рассказать, потому что вы разгневались на него. Гнев затмевает память о хорошем в человеке. Вы не согласны, да, что раздали? А? Дайте микрофончик. У нас уникальный человек, честно признался, что она знает человека, у которого нет ничего хорошего. Потому что я уверен, что каждый человек такого человека знает. Или знал, по крайней мере. Нет, я просто никогда не думала о том, что у меня гнев тюнинг на вас. Потому что у него такое стюнинг. Конечно, вы никогда не. Потому что враги человека — это уникальные существа. Это демонические силы, которые попадают в разум. И человек сам не может знать о том, что он разгневался. Попробуйте человеку доказать, что он разгневался, когда он разгневался. Он вам согласится с вами или нет? Конечно, нет. Если критерий такой, если вы считаете, что в этом человеке нет ничего хорошего, значит, вы на него разгневались. И это ворота к стрессу. Каждый враг человека даёт ворота к стрессу. Первый враг человека называется вожделение или привязанность. Этот враг человека приводит к стрессу через разлуку. Вот когда человек привязан к кому-то сильно, это означает, что он к нему испытывает вожделение. И это означает также, что он этого человека потеряет и получит стресс в результате. Понимаете? Только вопрос тяжести, привязанности. Если привязанность достигает какой-то планки, то значит, неизбежно будет разлука. Понятно, да? Вот если вы очень сильно привязались к кому-то, привязанность — это противоположность любви. Что такое любовь? Это желание служить человеку и получать свободу в сердце. Когда вы кому-то служите, то ваше чувство собственного достоинства становится настолько сильным, что если он что-то делает плохо против вас, вы можете ему легко простить. Это называется не привязанность, а настоящая любовь. А привязанность — это такое чувство болезненное, когда ты зависишь от человека, от ребёнка, от мужа, от жены. И любое его оскорбление ты не можешь выносить, тебе очень тяжело. Отсюда ревность возникает, а много разных других качеств. Итак, первый враг человека рождает разлуку. Второй враг человека рождает насилие. Не обязательно над этим человеком. Вот если вы живёте в этом гневе хроническом, девушка, теперь с вами, то это значит, что или над вами совершат насилие, или вы над кем-то совершите насилие. Если вы всех не простили в своей жизни, означает, что есть один человек какой-то в вашей судьбе, у которого нет ничего хорошего вообще. Это значит, что вы его не простили ещё. Это значит, что гнев живёт в ваших отношениях. Это значит, что вы находитесь под влиянием насилия. Насилие может прийти в вашу жизнь в любой момент. И это уже было. Я вижу уже печать насилия над вашим. Было? Насилие над вами было? Ну, лично было. А? Подобно лично было. Ну, в вашей жизни, может, с вашими близкими, там, я не знаю. Да, да. Я хотела вас спросить из-за меня. А я вам уже ответил. Простите человека, и вы будете защищены дальше от этой ситуации. Спасибо. То есть второй враг человека создаёт стресс как? На ваших глазах убивают близкого человека. Вас уродуют, насилуют. Понимаете, да, о чём я говорю? Безудержная вещь какая-то происходит с вами, от которой нельзя защититься. Причина только одна. В вашей жизни есть человек, в котором нет ничего хорошего. Это значит, что вы в гневе на него, и враг этот человека живёт в вашем сердце. Враг человека, враг людей, будем так говорить. Понятно, да? Третий враг человека развивается из-за вот этого хронического раздражения в сердце. Это может быть не гнев, а просто недовольство жизни. Человек, когда в раздражении живёт, то у него появляется желание иметь что-то особенное в жизни, чтобы ему сняло это раздражение. И это желание иметь что-то особенное в жизни вовлекает человека в тяжёлый непосильный труд, в напряжение сильное. Это состояние называется жадность. Чаще всего люди думают, что это уникальная вещь, которая ему нужна в жизни, это квартира. Расскажу вам. Знание побеждает жадность. Знание. Гнев побеждает наставник. Если есть наставник, человек побеждает гнев в себе. Вожделение побеждается с помощью отречения, отказа от объекта, наслаждения. С помощью отказа. Допустим, отказство есть мясо, отказывается пить. Он побеждает вожделение в себе. Отказывается сильно уж эксплуатировать тело своей жены. Это, кстати, приводит к тому, что женщина звереет. Если вы видите, что жена бросается на вас, это значит, что вы слишком уж сильно мучаете её тело. Может, ей хорошо, это приятно, но она всё равно будет звереть при этом. Обратная реакция такая происходит. Ну, такие сокровенные вещи. Может, вам не сильно приятно это слушать, но это есть такое, что делать. И третий враг человека — это жадность. Жадность называется. Жадность в крае разгубила. Вотной черкой. Жадность — это сила, которая делает человека нищим. Если вы видели, ну, задумывались, почему люди стоят в метро где-нибудь и просят милостыни, почему у них руки трясутся в это время, почему они так сильно хотят, чтобы им дали деньги, потому что они жадные в этом причинах. Потому что если человек нищий, он может жить очень бедно. И если уж совсем он сильно хочет кушать, он тоже выйдет на улицу, но он просить будет совсем иначе. Вы можете увидеть таких людей, которые хотят кушать, к ним хочется подойти, спросить, что с тобой. И он будет плакать, сказать, мне нечего кушать. Ему даже далеко ходить не надо. Обычно соседи ему уже дают. Понимаете, да, о чем я говорю? Но когда человек требует деньги, это значит, что он довел себя до такого состояния и стал нищим только по той причине, что он требует деньги. Вот как разорить свой бизнес легче всего? Для этого надо стать жадным. Когда человек жадный, он не может понять, как правильно вести дела. Он уменьшает зарплаты своим сотрудникам. Он берет слишком большие кредиты. Он вкладывает деньги не туда. Он подписывает не те договора. Он делает все не так, как надо. Он слепым становится. Он разрушает свою деятельность в результате жадности. Жадность ослепляет человека. Она не делает понимание, что делать. как правильно жить. Но самое первое, что она делает человеком, она делает человеком рабом. Человек отдает себе в рабство. Он как и шаг работает целыми днями. Он не может остановиться. У него 2-3 работы. Но надо больше работать и больше для того, чтобы получить то, что он хочет. А теперь про квартиру. Ну, многие уже слышали, наверное, эту историю. Называется «Купи козла». Один послушник пришел к своему наставнику и говорит «Слушайте, у меня такая ситуация ужасная. У меня маленькое жилье, много родственников. Все меня пилят, говорят, давай работай, как и шаг. Нам нужно больше квартиры. Мы не можем больше так жить. Или мы тебя выгоним из дома. Или иди работать больше на вторую работу». В общем, замучили мужика. Он пришел к наставнику, говорит, что делать. А это было в индийской культуре, не в нашей. Там люди выполняли наставления старших. Они слушаются, когда что-то старше. Говорит, это был наставник семьи. Есть такое понятие в ведической культуре наставник семьи. Итак, он пришел к наставнику семью. Тот ему сказал «То, что я буду говорить тебе, ты должен делать, но это будет совершенно нелогично. Ты готов?» Он говорит «Да». Он говорит «Иди, покупай козла». Купил козла. И он говорит «Теперь его заводи в дом, и этот козел должен жить с вами». И все приняли, думают «Ну, может, поможет. Правда, нам легче станет жить, а то места-то нет. Не хватает жилой площади». И это ведическая история. Правда или нет, не важно. Важен смысл. Итак, этот козел начал там легаться, бодаться, какать, орать. Ну, в общем, жизни не стало. Через две недели адское существование, и родственники говорят «Или мы уходим отсюда, или ты козла уводишь». Он пошел к наставнику, говорит «Почему вы смеетесь надо мной? Я несчастный человек. Зачем вы так надругались надо мной? Я просил вам помочь, я и так еле живой. А тут еще этот козел, я уже две недели не спал. Мы в аду живем». Он говорит «Ну, все идет по плану». Наставник говорит «Теперь, говорит, козла выведи на улицу и привяжи на колышек». Вывел его на улицу, все с облегчением вздохнули. Две недели счастья вообще. Все ходят, улыбаются. Слава богу, что козла нет в доме, такие счастливые. Места сразу много стало, супер. И через две недели один из родственников говорит «Ну, когда расширять жилплощадь-то будем?» И он такой «Две недели райской жизни». Он побежал к наставнику и говорит «Две недели райской жизни, что теперь делать?» Он говорит «Да все нормально, делать ничего особенного не надо, просто ты иди домой и скажи, что тебе наставник сказал, что если еще хоть один родственник скажет, что надо идти работать и расширять жилплощадь, тогда надо заводить козла назад. Поняли, о чем я говорю или нет? Что это состояние сознания. Даже вот буквально 100 лет назад люди жили в среднем на семью примерно 20 квадратных метров. Домики были очень маленькие. Если кто из вас постарше помнит о таких домиках, что везде в основном жили люди в таких очень маленьких домиках и всем места хватало. И семьи были больше, по 5-6 человек. Сейчас в Америке двухкомнатная квартира означает одна комната со всеми санузлами, вторая комната со всеми санузлами, еще общий зал. Это называется двухкомнатная квартира. Обязательно общий зал должен быть, чтобы те, которые живут в отдельной комнате, где-то встречались вместе. А теперь вам расскажу другую вещь, которая немножко отрезвит. Ну, чуть-чуть только отрезвит. Не то, что вы сейчас поменяете концепцию жизни сразу. Нет, но чуть-чуть, вот чуть-чуть вас отрезвит. У меня есть один друг в Индии. И я дружу с этой семьей уже много лет. Они мне помогают с камнями, там вот с этими породы ищут сами, там находят по всему миру, обрабатывают и поставляют мне камни для лечения. И это очень богатые люди. Ну, то есть у нас, если 5 сафиров лежит, где-нибудь там продается в каком-нибудь ювелирном магазине, там автоматчики, их стоит охрана. Вот. А у него огромный такой сейф выше человеческого роста, забитый этими драгоценными камнями и стоит прямо в офисе. Никакой охраны. Вот. Он живет в большом доме, в трехэтажном доме таком, там, ну, комнат, наверное, шесть больших. И в каждой комнате живут его близкие люди. У него большая семья. У него есть родители, есть дети, два сына, дочь. У всех семьи. Получается, на каждого по комнате санузлом. У них большой зал общий. Они собираются в этом зале. Я как-то осмелился его спросить. Я говорю, а что, вот у вас что, денег не хватает построить дома своим родственникам? Что вы мучаетесь-то в этих, теснитесь? И одну комнату они оставляют обязательно гостей. Еще гости у них там живут. И он посмотрел на меня, говорит, ты что, серьезно? Ты меня проклинаешь, что ли? Ты хочешь, чтобы я внуков не видел каждый день? Чтобы не видел детей? А дети у него, они каждое утро, когда видят отца, они кланяются ему в ноги. А он их благословляет. Теперь вы скажите мне, ну, можете не говорить, а просто подумайте, вы хоть раз в жизни поклонились родителям? Поднимите руку, хоть раз в жизни поклонился родитель. Десять человек, видите? У нас культура другая, понимаете? Там по-другому люди живут. Они счастливы в одном большом доме вместе жить по шесть, по восемь, по десять человек. И у них столько счастья и радости в отношениях, что передать невозможно. Я когда у них там живу, я просто рай, попадаю в рай, понимаете? Такие отношения теплые между людьми. В Индии один процент разводов всего, один процент до сих пор. Я видел одну ситуацию интересную, когда все-таки муж и его дочери решил уйти от своей жены с маленьким ребенком, то я как раз присутствовал в это время там. Собралось 20 человек родственников со стороны дочери. И они шесть часов подряд разговаривали с мужем. И когда я его спросил, и все, он передумал уходить после этого. И когда я его спросил, о чем был разговор, он мне сказал, что они начинали просто ему предлагать не уходить. Потом угрожали, что его убьют. Потом угрожали, что посадят в тюрьму, то есть или там какая-то такая последовательность. А потом сказали, что все будет хорошо, если ты останешься. В общем, шесть часов разговора, и он решил оставаться. Потом у них все наладилось. Знаете, что в Индии за то, что человек подает на взвод, его могут в суд отдать, если это без желания родственника происходит. Там такие законы. Ну так, просто к сведению, чтобы вы знали. Поэтому желание лишней жилплощади это все равно просто бзик в наших мозгах, понимаете? Это просто наша вот такая культура. Мы так хотим просто. Не то, что нам места для жизни не хватает. Всем хватает. Что, прямо штабелями лежите? Маловероятно. Не могу в это поверить. Скорее всего, просто хочется больше, и все. И это хочется означает тяжелый труд, каторжный. А в наше время вообще многие люди пострадали от этого. Но это уже следующий враг. После жадности наступает, когда жадность доходит до определенного предела, когда трясет уже, и все так сильно хочется, что не в моготу, тогда вступает в силу четвертый враг человека, который называется иллюзия. И этот враг, он встречает вас в рекламе, которая называется ипотека. Страшная штука вообще, ипотека, страшная штука. Человек думает, да за 10 лет выплачу и сразу в квартиру. Супер же, да? Просто он не знает, что за эти 10 лет обязательно будет время, когда он вообще не сможет работать. По судьбе так бывает. Или время, когда он будет сильно болеть, ему надо будет отдохнуть, а он не может, потому что он раб лампы или квартиры. Также он не знает, что будет сильно меняться финансовая ситуация в стране. И когда идет девальвация валюты, то банки всегда выигрывают, они это все просчитывают, а люди проигрывают. И бывает такое, что люди даже свои деньги и свои квартиры, оставшееся жилье отдают, чтобы выплатить долг банку. Иначе придет садиться в тюрьму. Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация. Слава Богу. Один человек его поднял. Слава Богу, почти ни у кого нет такой ситуации. Но когда я читал лекцию в Риге, там 20% зала поднял руки. Страшно. Это иллюзия называется. Иллюзия – это когда человек не соображает, что он делает. Он думает, что у него все получится, а потом ничего не получается. Это иллюзия, так действовать на мозге. Также иллюзия действует на мозги, когда человек находится в зоне боевых действий. Я это специально изучал, смотрел. Идет перестрелка, едет автобус с людьми. Солдаты перестают стрелять, автобус приезжает и дальше стреляют друг к другу. Как вы думаете, какой шанс, что они не перестанут стрелять? Шанс очень большой, понимаете? Люди живут там, где рвутся гранаты по причине сильной привязанности к этим дурацким квартирам, за которых они отдают свою жизнь. У меня одна сотрудница приехала, потому что мы ее так сильно уговаривали, это наша знакомая. Мы дали ей зарплату, ставку, она врач. Когда она приехала, ее муж еще был жив в это время. И я просил, надо переехать ему. Она говорит, он не хочет. У нее там работа. Но теперь он уже не жив. Понятно, да, ситуация? А если бы он переехал, он бы остался жить. А иллюзия его заставила там оставаться. Он думает, ну почему вот меня обязательно прилетит? Если боевые действия начинаются, то там в этом месте должно остаться всего одна категория людей. Это те люди, которые считают своим долгом отдать свою жизнь за Родину. Когда человек остает свою жизнь за Родину, он очищается от всех грехов и идет на высшие планеты. Получает райскую жизнь. Всегда. Но если человек не считает своим долгом отдать свою жизнь за Родину, надо, значит, брать манатки, все, что можешь взять, и сматываться из этого места. А если ничего не можешь взять, тогда убегай без всего. Бог позаботится о тебе. Я знаю тысячи примеров, сейчас у меня есть украинцев, которые быстро нашли работу, жилье в России или в других странах каких-то. Иллюзия означает безумие. Человек верит в то, что не надо верить. Казино это иллюзия. Человек начал играть в казино, все, капец. там же демонические силы влияют, он не может остановиться. Азартные игры, теневой бизнес, торговля нефтью, допустим, золотая лихорадка, нефтяная лихорадка. У людей глаза начинают блестеть, ничего не соображают, убивают друг друга. Страшные вещи происходят. быстрые, огромные, легкие деньги висят в воздухе. И одна знакомая решила играть в Форекс с целью построить ведический центр. Все деньги, как бы она была уверена, что и Бог даст эти деньги. А он ее разорил и больше того опозорил по всему городу. Богу не нужны такие деньги. Выигранные Форекс. Понимаете, да? Следующая сила, когда человек в результате иллюзии теряет все или становится неудачником в жизни, только после этого человек становится неудачником. Когда иллюзия посещает его жизнь, то вот эта неудача в жизненной потере, которые возникают в жизни человека, они рождают следующего врага, который называется зависть. Если вы увидите как-нибудь возле дома таких бабушек, которые говорят о всем, что проходит мимо, то единственная причина, почему они это делают, это зависть. Если гнев присущ больше мужчине, то зависть присуща больше женщине. Женский враг. То есть мужские враги и женские. Но не то, что только женщине, зависть может быть и мужчине. Я вас замучил, нет? Жадность делает человека нищим. Иллюзия разрушает жизнь, надежду. То есть человек теряет как бы себя, он как бы, вот представьте, человек ипотеку взял и у него все, он все потерял, теряет все в жизни, становится зависимым, в рабство попадает, человек в рабство от иллюзии. А зависть разрушает благочестие человека, делает его грешником. Когда человек завидует другим, все самое лучшее в его жизни разрушается. Когда человек завидует, человек, он сам примерно при этом не понимает, что это зависть. Знаете, что такое зависть? У нас президент хороший? Хороший. Некоторые говорят, нет. Это зависть. Зависть бывает вот так и проявляется к старшим, к соседу, к соседской машине. Когда вы видите, что человек плохой, просто плохой человек рядом с вами. Ну, плохой, потому что плохой. Ну, как бы, немотивированно плохой, неосознанно. Просто плохой и все, это зависть. Он же точно плохой, ну, буржуй, проклятый. Это зависть, мои хорошие. Она разрушает все в жизни. Есть такой мультфильм, украинский мультфильм, называется «Злы дни». Ну, берите в интернет, посмотрите, там про зависть. Просто вот классика жанра, когда человек завидует, ну, все, прямо самое плохое в его жизнь приходит. Ну, там суть мультфильма, что такие маленькие существа, злы дни, они все пожирают вокруг. И, как бы, одни соседи взяли, другим этих злы дни подбросили. Те все сожрали у них, те опять отстроили, короче, злы дни там запихали в бутылку, бросили, короче. А те злы дни, короче, те подследили, куда их эти злы дни, как бы, бросили, взяли бутылку, открыли, как бы, и думали, что эти злы дни опять к ним пойдут. А злы дни идут к тем, кто их открыл. И они к этим пришли, у них все сожрали. Ну, то есть, такой смешной мультик, посмотрите. То есть, идея мультика заключается в том, что, когда человек завидует, он беду на себя привлекает. То есть, беда в его жизнь приходит. И не то, что он теряет все, он деградирует в результате зависти. Это страшная штука. И результат вот этого пятого врага стресс от деградации возникает. Вот если вы увидите людей таких, выброшенных на окраину жизни. Недавно видел информацию, что один миллиардер, бывший, попал в тюрьму, там, ну, на окраину жизни выброшен, все потерял из-за зависти это происходит. Я знаю этого человека, знаю, кому он завидовал. Результат печальной жизни. Все разрушено. Жизнь, все разрушается. И следующий, шестой враг, называется безумие. Вот если человек психическое заболевание имеет, рождается больным психически или становится, это результат того, что он когда-то завидовал сильно в своей жизни. Получает вот эту болезнь тяжелую. безумие. Оно по-разному проявляется. Это могут быть преступники такие всякие, половые вот эти, извращения такие, там, садисты всякие или психбольные люди. Это все безумие. Враг там действует. Убийцы. Самое ужасное заключается в том, что шестой враг неопознанным остается. Человек, когда безумие находится, он даже не понимает, что он находится в стрессе. и в состоянии зависти человек тоже трудно осознает, что он деградировал. На уровне иллюзии как-то можно вывести человека из этого состояния. Но на уровне жадности еще все понятно. То есть настолько сильно разум порождается все дальше и дальше, что человек вообще не осознает, что с ним происходит дальше. страшная ситуация. Когда человек в преступный мир попадает и живет как преступник, думает, что это самая лучшая жизнь, это тоже влияние иллюзии. Эти люди искренне верят, что все остальные не понимают, как жить правильно. Это иллюзия тоже. Так действует на человека. Но не хочу больше об этом говорить, потому что у меня есть целый семинар «Назвать шесть врагов человека».